Че за управление? Йоу, всем привет, на связи Грео, добро пожаловать в новый ролик по Майну. О да, давненько мы с вами не виделись, не слышались. Короче, сегодня разбираем мой модфак, собранный мной, специально для любителей путешествий и, грубо говоря, обозревания мира вокруг них. Короче, погнали. Итак, у меня вопрос. Помните ли вы ролик, где я бесконечно падал в дырки в Майне? Недавно вот закидывал. Как недавно? Два месяца что ли? Это вот как раз таки пример моего модфака для путешественников. Итак, начнем с того, что мы установим Optifine. Но есть одна проблема, Optifine не работает с установщиком для фабриковских модов, так что нужно будет установить еще и Optifabric. Окей, дальше мы установим Curl Leaves, специальный такой мод, который оптимизирует листву вокруг вас. После чего мы установим Entity Curling, и этот мод будет оптимизировать мобов вокруг вас. Дальше мы установим мод-меню, который позволит нам достаточно быстро и легко редактировать там параметры всяких модов, если они такие, как и таковые, есть, или читать какую-либо информацию о этих модах. Еще мы установим Ferrit Core, уменьшает нагрузку на память компьютера. Так что очень такая классная вещь. Дальше мы как бы должны уже создать контент для себя, да, для нашего путешествия. Мы же должны какие-то места все же посещать. И вот, для этого мы установим Simplex Terrain. Этот мод превращает вашу ландшафт просто в какую-то конфетку, прям вообще идеальный ландшафт. Simplex Terrain, получается, использует шум, да, такой плавный шум для создания ландшафта на поверхности земли, в аду и в краю. Так что и там, и там, и там все будет достаточно красиво. Итак, чтобы под землей, опять же, было красиво так же, как и над землей, да, даже если некрасиво, хотя бы чтобы было интересно, мы установим Young's Better Caves. Этот мод будет улучшать все пещеры, будет соединять все пещеры, так что вы с самого поверхности земли сможете дойти пешком до дна, грубо говоря, вашего мира. Для Young's Better Caves, опять же, нужно будет установить Young's API, специально библиотека мода, без которого этот мод не будет работать, грубо говоря. Дальше мы будем улучшать ад и край. Для этого у нас есть пара классных модов, модов, модов. Называются Better Nether и Better End. Better Nether делает ваш ад настолько красивым, что вам не захочется, грубо говоря, возвращаться на поверхность земли. Да и вот Better End, я вам так скажу, еще красивее, чем ад. Для Better End еще дополнительно нужно будет скачать мод BCLib, специальная библиотека информации для этого мода. Без него работать, опять же, не будет. И есть еще один мод, который будет генерировать невероятнейшие постройки на поверхности земли. Все эти, грубо говоря, для меня это уже достопримечательности, скажем. Мод называется When Dungeons Arise. Создает классный данж, который можно будет рейдить самостоятельно, либо за друзьями, опять же, как вы играете. Для этого мода еще дополнительно нужно будет скачать мод под названием Close Config, если не ошибаюсь. Дальше мы установим моды, которые будут создавать комфорт в вашей игре. То есть вам будет не только интересно играть, путешествовать, но и комфорт. Ну или, по крайней мере, я надеюсь на это. Короче. Waystones. Мод, который позволит вам, грубо говоря, телепортироваться из одной деревни в другую. Каждый раз, когда вы будете посещать новую деревню, вы будете находить такой монолит, который будет, грубо говоря, вас телепортировать туда-сюда за какое-то определенное количество опыта, если я не ошибаюсь. Дальше мы установим Backpacked. Такой скромненький, аккуратненький мод, который у меня здесь нет, к сожалению, у меня не запускается. Мод, который добавляет в портфели. Это 9 дополнительных слотов вашего инвентаря. Дальше мы установим Antico Atlas. Это античный атлас. У нас, грубо говоря, книжка с картой. И это так хорошо сделано. Там можно увеличивать, масштабировать, ставить метки. Даже в аду работает, кстати говоря. Эта книжечка очень-очень удобный мод и стилизована. Дальше мы устанавливаем невероятно полезный, один из самых важнейших модов в этом паке. Это Explorer Compass. Помните Джека Воробя? И у него был компас, который показывает путь туда, куда ему хочется. Буквально здесь то же самое. Здесь можно будет в менюшке выбрать любой данж, любой биом. Вам будет показано, получается, расстояние, направление и так далее. Сможете без проблем найти, если оно находится в радиусе поиска, кстати говоря. Ладно. Дальше мы установим Noman Books. Этот мод предоставляет вам такие интересные книжки, которые создают, грубо говоря, карманное пространство, скажем, да. И вы в этот пространство можете складывать все, что угодно. И сундуки, и печки, и кровати, и все такое. И складывать это в одну книжку, которая помещается в один слот вашего инвентаря. Очень удобно для путешествий, прям идеально. Дальше скачиваем немножко эстетичный мод. Это Falling Leaves. Это просто небольшой мод, который добавляет партиклы падающих листьев. Можно это, опять же, в мод меню будет корректировать. Количество листвы, как быстро оно падает, как долго оно живет и так далее. Дальше мы установим Falling Trees. Мод, который позволит вам быстро рубить все деревья. Настройки можно будет регулировать, будет ли инструмент ломаться от дерева или нет и так далее. И вот дальше мы установим мод под названием Camera Overhaul. И, грубо говоря, этот мод улучшает то, как двигается камера в игре. То, как оно, грубо говоря, искажается с вашим движением. Например, налево, направо, там, вверх-вниз. И это мод рассчитан на то, чтобы игрок погружался в мир или в окружающую среду лучше, чем в обычной ваниле. Так, теперь устанавливаем шейдер-паки. Лично я пользуюсь шейдер-паком под названием Chokapic Toaster Edition. Да, по названию можно понять, что это для тостеров, а не для игровых компьютеров. Так что, по сути, можно сразу понять, что это лайтовый шейдер-пак. Специально, скажем так, под ванилу. Ничего, по сути, не меняется. Создаются эффекты для солнца, для тени появляются. И примерно все. Ничего такого не добавлять. Прям идеально для меня, для Кривомастера. Вы можете попробовать скачать что-то из семейства силдерсов. Там достаточно хорошие шейдеры. И там, кстати, есть парочка шейдеров для слабых ПК. Так что, их вы тоже можете попробовать. Например, там, Enhanced Better, да, вот Силдерс Enhanced Default, или Силдерс Enhanced Better вы можете попробовать. Тоже достаточно легкие и классные шейдер-паки. А сейчас будет немножко геймплея. Так что, погнали. Силдерс Enhanced Better Силдерс Enhanced Better Силдерс Enhanced Better Ладно, с этим надеюсь, я смог донести вам, что это за модпак, кто это само из себя представляет. И думаю, сниму еще один ролик на модпак по строительству. Так что, для строителей у меня будет самый лучший модпак, по сути. Ай, но там проблемы с клавиатурой будут. Ну, ничего, я разберусь, потом сделаю нормально, адекватный ролик. Вообще, чё с частотой роликов, да? Чё они так редко появляются? Я хотел, получается, месяц назад этот ролик сделать, но заболел, чёрт тебя побери, короной. Люди, вообще не болейте. Врагу даже не пожелал бы такой, это ужас. В больнице лежать, там колодца всякими уколами, вообще бред полный. Так что, не болейте, берегите себя. А, еще, хотел про контент немножко поговорить. Если повезет, то я сниму летсплей по своему модпаку для путешественников. Серий будет немного, ибо я буду делать монтажи, монтажи, монтажи. Чисто как что-то наподобие сериала будет, что ли. Ну, посмотрим. Если захотите, конечно же. Хотя, мне ваши мнения не особо так и нужны. Ладно, я шучу, я шучу, я шучу. И, кстати, весь мой контент получается какой-то разношерстный, не правда ли? Получается там всякая графика рисования, игры. И я подумал, почему бы не разделить мой канал на несколько других каналов. Думаю, что скоро произойдет раскол моего канала на несколько других каналов. Ну, посмотрим, посмотрим. Это, опять же, не только от меня зависит, но и от вас, да? Ой, ладно, я шучу, я шучу. Окей, на этом получается все. Спасибо вам огромное за просмотр. Спасибо, что были со мной до этого самого момента. Комментируйте, говорите свои мысли, оценивайте, скачивайте мой модпак. А на этом пока что все. После ролика 10 отжиманий, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok